Дай Давайте перейдем к Екидам Я думаю, что у нас тут одна из задач Это хорошо провести время И такой у нас хэппи-ни Когда собрались люди, занимающиеся одним и тем же Ну, немножко с разными акцентами Как знаете, когда бывают, встречаются французы и бельгийцы Они говорят немножко по-разному Но язык как бы один Ну, с разными акцентами У нас у каждого, наверное, своя цель какая-то Каждый по-своему понимает, что такое Екидо Я для себя понимаю мои занятия как практика Которая позволяет мне немножко ухватить все-таки Где Екидо, а где не Екидо Для меня Екидо, а там у меня нет насилия То есть, что такое Екидо? Это решить задачу, не умножая насилие Не приумножая насилие в мире Вот Но для того, чтобы получилось Екидо На мой взгляд, это очень сложная вещь Это действительно высшая математика в мире боевых искусств Ну, наверное, ты уже должен уметь ударить Наверное, ты должен уже уметь бросить тебе за Екидо В случае необходимости Но тот идеал, к которому мы идем, это Айкидо То есть, как я сказал Айкидо отсутствует А даты дори Делаем полминуты Значит, чтобы двигаться именно в сторону Айкидо, как мне представляешься, имеет смысл двигаться следующим образом, чтобы я всегда был в положении преимуществе Партнер понимает, что он в ущерб позиции, как сказать, которая менее выигрышная, начинает ее восстанавливать И такой у нас диалог В этой ситуации партнер восстанавливает Я ему даю полсекундочки восстановить ось И он контролирует мою руку Но обратите внимание Вот в этот момент, когда я начну руку поворачивать, вот эту Я стою позади него То есть, другими словами, и он видит мой затылок, а я вижу его затылок И даже если он будет меня атаковать, я его вижу, он меня не видит Поэтому партнер, по-хорошему, по идее, начинает восстанавливать позицию Для чего? Для того, чтобы Майгири, амски, неважно То есть, он же атакующий И вот это наша идея такова Мы начали с того, что он взял мою руку для того, чтобы меня, наверное, ударить У меня есть такая идея Я ухожу с линии В это мгновение Вот, чтобы практиковать Айкидо, он должен в этот момент понять О, я нахожусь в ситуации проигрышной Мне надо восстановить Он пошел Вот он восстановил И к этому он стремится Но когда он начинает двигаться, я тоже Идеальная позиция пациента, чтобы потом меня убрать, да? Он контролирует мою руку И если очень даже медленно это делать, я ищу так Расслабленная рука, руки совершенно расслабленные Восстанавливаем В проигрышной позиции Если он сейчас не удержит руку, понятно, да? Вот он держит Он устойчивый И вот он устойчивый То есть работа без насилия Еще раз Продолжим Продолжим Поджимать Партнер Партнеру удалось восстановить позицию, в которой он Может быть такая Какая-то позиция, когда он занимается Он занят Цент Мы можем искать Как только мы начинаем бороться, на мой взгляд, на кидоне Будьбы нет Будьбы нет Будьбы нет Будьбы нет Будьбы нет Будьбы нет Понятно, что идеально получается Но мы можем пробовать Конечно, на мой взгляд Если партнер знает, что я не умею бить Он ничего не будет делать Скорее всего Вылет минимум должен предполагать Подполагать Нажмать Иногда попадаются такие люди, которые одной берут рукой И у тебя в глазах темнеет, и ты теряешь сознание Встречаются такими Поэтому Точка Это все здорово, но очень сложно Поэтому Попробовать предлагаю я Из этой позиции Вывод из равновесия Вот пока партнер терял равновесие Он был беззащитным и невесомым И я смог забрать руки Ну дальше понятно Наги Это все ясно Вот сам вход Как вариант, как идея, как упражнение Я ухожу с линии Расслабляю и опускаю плечо То есть Не знаю, как это сказать Видите И партнер пока перешагивал И дальше та же идея, которая у нас была в Кокюнаге Я за спиной Пытаюсь усвоить руку Он шагает, я бросаю Раз Два Нет Не знаю, не знаю Я дощу Я дощу Я дощу Точку Я кладу Я кладу А кто-то, кто практикует айкидо, если человек вообще не может ассистировать как айкидо, то никакого айкидо не получится, вам придется перейти к другим темам, поэтому в запасе у вас должно что-то быть. Но для того, чтобы у нас получилось айкидо, партнер должен думать и двигаться в стиле айкидо. Как бы вот в этой идее, что когда он двигается, он свою позицию не ухудшает, а улучшает. Если я партнера увожу из равновесия, а он шагает с передней ноги, почему партнер не шагает с передней ноги? Почему? Кто скажет? С одной стороны понятно, он хороший ученик, он знает, что не надо шагать. Но с другой стороны, если он шагнул сюда, то заниматься айкидо уже можно. Айкидо все равно очень сложно делать, а бить легче. Поэтому партнер свою позицию ухудшит. Но если он ее будет улучшать, то тогда, может быть, у меня получится айкидо. Ну, во всяком случае, такая есть идея. И практика, вот этот хэппиниг, вот это совместное бытие в одном дискурсе, в котором мы находимся, он в том и заключается, что мы как банки с солеными огурцами. В банку с солеными огурцами еще одного не соленого положить, он тоже просовывается. Ты в нем пребываешь, в этом дискурсе, и как бы айкидо пропитываешься. Поэтому партнер не шагает вперед, а он шагает вот сюда. Почему? Потому что здесь я не могу его атаковать. Он в безопасной позиции. Мы продолжаем как-то айкидо. И он не падает. Он хорошо ассистирует. Он меня выше уровнем, или просто как бы хорошо ассистирует. Не удалось. И мы переходим к предыдущей серии. Укё как запасной вариант, если не получилось, то к кюнаги. Все как только что мы делали. Смотрите, я сделал шаг, я даже подумать не успел. Я почувствовал, что он в выигрышной позиции. Я начал двигаться, у меня тело самочное. Все, я сзади него, хорошо. Он начинает двигаться. Все, теперь он может сделать технику. Надо опять убегать. И шагнуть. Если он шагнет, мне придется опять убегать. Музыка. Музыка. Ну что? Да. 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 Но без насилия. Я так думаю. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ